В подполье лаз невольми открыт, а охранявший отошел беспечно. И рухнула сестра почти предсмертный хрип, валяется три дня уже на печке. Но я ли не учил, грозился наказать всех допустивших страшную оплошность. Упрек беспечности в нахальные глаза и в медный лоб чугунной новой ложкой. Могла ребро и бедра повредить, переломить чудесный позвоночник, опасности предвидеть впереди, где яму выроют нам непроглядной ночью. Пример соблазных даже в самых тайных последствия несут, отображаясь в ближних. Не думали, что рухнуть час настанет, а сладость лишь один ночами лижет. Давид в бинокль, версавый и узреп, разбился с высоты псалмов чудесных. А сын по женской линии рекордами зверел. Над луком скудоумным вдоволь ржали бесы. Люк покаянием открытым заколотим. Натянем ограждение красной лентой. Есть дыры черные, где не поможет плоти, не переплыть атлантам и атлетам. Такая пропасть отделила всех от рая, от обителей небесных. Ущелье пропасть производит грех, наплачено рыдание, заменяя песни. Но милостью Господней через крест возврат возможен принявшим Иисуса. Для перехода нет иного места, ни в ком надежды нет, куда не сунься. Лечись и под ноги внимательно смотри, не доверяясь опытным и зрелым. Ключ безопасности для брата и сестры. У Бога и Еговы, кому псалмы пропели. 17 октября 2005 года.